МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автотранспортом рейд продолжается. Минувшая ночь для спасателей оказалась нелегкой. На автотрассе Казаларда-Жесказган в снежном плену застряли 54 автомобиля. Камерный оркестр областной филармонии готовится к гастролям. Казаларзинские музыканты представят Казахстан на фестивалях в Сербии, Венгрии, Боснии и Герцеговине. Далее об этих и других событиях более подробнее. В области будет разработана специальная региональная программа по обеспечению жильем многодетных и малоимущих семей, инвалидов и сирот. Такое поручение Акимобласти дал своим заместителям в ходе отчетной встречи с населением. На встрече с участием представителей администрации президента Республики Казахстан, в канцелярии премьер-министра, Министерство внутренних дел и национальных компаний традиционно были подведены итоги прошлого года и представлены новые планы. Отчет Акимобласти изобилует большими достижениями. Во всех сферах отмечается динамика роста. Только за последние шесть лет введено в эксплуатацию свыше 50 промышленных производств. Год был плодотворным. Область признана лучшим регионом по легкости введения бизнеса и удостоена специальной премии «Алтенсапа». В сфере кормилицы сохраняется стабильный рост. В прошлом году, несмотря на сложный и замаловодие, год собрано почти 500 тысяч тонн риса. Такой валовый сбор обеспечен за счет повышения урожайности в полтора раза. Осваиваются рынки Монголии, Турции и Афганистана, помимо традиционных начато производства иранских сортов риса, для дальнейшего экспорта в эту страну. Поголовье почти всех видов скота сегодня превышает показатели самого успешного для региона 1993 года. За шесть лет вырос почти в два раза улов рыбы. За шесть лет в регионе создано 69 тысячи 100 новых рабочих мест. Область лидирует по объемам финансирования социальной сферы. За шесть лет только в Кызларде сдано 15 новых микрорайонов. Решен вопрос аварийного жилья. Среди достижений последних лет ликвидация трехсменного обучения в школах до срочной реализации программы Балапан. 520 выпускников обучаются в технических вузах по гранту правительства Российской Федерации. Газифицированный город Кызларда и четыре из семи районных центров области. В прошлом году подан газ город Бальконур. В результате уже 63% населения получили возможность потреблять природный газ. В 2018 году газ заведен до оставшихся трех районных центров. Жусала, Теренузек и Жалагаш. А в 2019 году там начнется строительство внутрипоселковых газовых сетей. 98% населения обеспечено централизованным водоснабжением. Это один из самых высоких показателей по республике. Среди первостепенных планов Акимобласти поручил своим заместителям разработать специальную региональную программу по обеспечению жильем социально уязвимых категории малоимущих, многодетных семей, инвалидов, сирот. Вопросы, которые мы не сможем решить на региональном уровне в виде предложения, направим в рабочую комиссию под председательством Ерболата Дусаева. Созданная в области комиссия обходит районы и город для того, чтобы выяснить, какая в первую очередь необходима помощь таким семьям. Мы понимаем, что за одну неделю, месяц, невозможно решить накопившиеся проблемы. Чтобы их решить, нужно будет вносить изменения в некоторые законодательные акты страны. Проблема есть. Госорганы работают во имя решения этих вопросов. Думаю, в этой работе нужен общественный контроль. Сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Акимобласти поделился своей мечтой, чтобы родной регион успешно развивался, улучшался благосостояние земляков и призвал и далее работать сообща. Меня днем и ночью гложет один вопрос. Уже в преклонном возрасте, что я отвечу на вопрос? Крымбекилевич, будучи руководителем региона, чего ты добился? Каких результатов? Давайте вместе будем работать во имя процветания нашей страны, области. Оставим следующему поколению прекрасную страну, прекрасный регион. Отчет Акимобласти всегда в фокусе внимания жителей региона. Были созданы условия, чтобы каждый мог лично услышать информацию из первых уст об итогах и планах. Была организована прямая трансляция встречи на телеканале Казларда, а также в социальных сетях. Колл-центр только во время эфира принял свыше 200 вопросов. В целом, казлардинцы довольны работой Акимобласти. Очень большая работа проделана, и с каждым годом вектор развития региона только движется вперед, только движется вверх. Буквально все стороны жизни каждого человека и всего населения в целом находятся под пристальным вниманием руководства области. Какую сферу не возьми, во всех сферах оценку можно дать отлично, потому что сделано и делается очень много намечено, то, что было намечено, сделано. То, что в области делается, мы все с вами свидетели, мы все видим, как растет, как развивается наша область. О социально-экономических задачах, которые выполнены были на сегодняшний день, отрадно было слышать. Наша область, наш город стал лучше во всей республике по развитию бизнеса, по культурному развитию и по развитию здравоохранения. И еще про одного гостя. В фойе театра всех участников отчетной встречи встречал и провожал специально прибывший из Астаны робот Арман. Он был представлен впервые на Экспо, а сейчас работает консультантом Каспочты, очень учтив и приветлив. Приветствую тебя. Красавчик. Добрый день. Добро пожаловать в умный город Кызлорда. Желаем успехов в развитии нашего города. Какая сегодня погода в Кызлорде? Сейчас за окном температура воздуха минус 2 градуса пасмурная. Галмжан Жамназар Аханалиев, Баужан Кожамуратов, Турихан Кожахметов, телеканал Кызлорда. Продолжаем выпуск. В центре внимания должна быть защита трудовых прав работников. В этой цели областной акимат и Республиканское объединение профсоюзов Федерация профсоюзов Республики Казахстан подписали меморандум. Цель меморандума – поддержка и реализация пяти социальных инициатив. Также развитие системы защиты в социально-экономическом плане, прав и интересов. В рамках подписанного меморандума стороны намерены расширить правовую базу двустороннего сотрудничества. Будет уделено внимание сохранению законодательных норм в трудовых коллективах. Проводится контроль по исполнению условий между работодателем и работником. В результате примененных мер 86 предприятий свыше тысячам работникам погасил долг по заработной плате в размере 180 миллионов тенге. В прошлом году по области зарегистрировано 59 несчастных случаев. 41 случай был признан из-за трудовой деятельности. Была проведена проверка. Дела направлены правоохранительные органы. В целях предупреждения социальной напряженности, сохранения рабочих мест, обеспечения трудовых прав и гарантий работников. С профсоюзами мы подписали меморандум. Как исполняются условия коллективных договоров? На каком уровне? Полностью ли сохраняются социальные обязательства? Сохраняется ли безопасность труда в коллективах? Выплачивается ли заработная плата? Вот по этим и другим вопросам мы будем в сотрудничестве работать с Акиматом. И к другим новостям. В регионе снижены тарифы на воду, тепло, газ, электроэнергию. В частности, тариф на воду снижен на 22,6%. Канализационные услуги на 11,4%. За тысячи кубов голубого топлива нужно будет платить 20 902 тенге и 93 тина. Тариф за тепло для жителей с теплощетчиками снижен на 4,7%. Без счетчиков на 10,9%. Сегодня ночью на трассе Кызларда-Жесказган в снежном плену оказались 54 автомобиля, в которых находилось 143 человека. Все они спасены. Из-за обильного снегопада автотрасса Кызларда-Жесказган закрыта. В снежном плену оказались 40 легковых автомобилей, 10 большегрузов и 4 автобуса. Спасены 143 человека. Их состояние стабильное. Никому помощь медицинская не понадобилась. Таких людей, которые замерзли, такого не было. Отработали полностью. В этом же направлении два дня назад рыбачили 4 человека. Один из них потерялся. В ходе поисковых работ мужчина нашелся в доме Чабана. Хорошо ему повезло, что видели за последние 2-3 дня у нас был сильный ветер. Самый ветер более 20 метров в секунду. Человек мог замерзнуть. Здесь повезло ему то, что он не уснул где-то. В кустах или где-то в таких местах, где ему было удобно. А то, что он ходил, шел, шел, шел и дошел до этой стоянки. Четыре часа его обнаружили и привезли к Кузлорду. Сегодня ночью около 2 часов 30 минут по улице Байтурсынова автомобиль Ауди совершил ДТП. В результате чего тело водителя застряло в груди металла. Водитель там остался прижатым. Пришлось деблокировать вот эти места, где он его прищемил, зажал. Потом аккуратно передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Спасатели вновь убедительно просят во избежание подобных инцидентов тщательно соблюдать все меры безопасности. Алина Паражанта, Жумрат Альжанов, Бигбалат Абденов, Канат Мохамбетов, телеканал Кузлорда. Всего за 15 минут в Кузлорде можно получить свидетельство о прохождении техосмотра. Причем присутствие автомобиля не требуется. Стоимость услуги составляет всего 5000 тенге. Такое беззаконие выявила в ходе рейда специально созданная мониторинговая группа Департамента по противодействию коррупции области. Мониторинговая группа сейчас занимается проверкой документов. Из зарегистрированных в регионе 200 тысяч машин прошли техосмотр лишь 68 тысяч. Отсюда возникает вопрос, остальные автовладельцы не проходили вовсе техосмотр или имеют ложные документы? Автомобиль не нужно привозить и проходить осмотр. Для регистрации достаточно отправить копии документов через мессенджер WhatsApp. В целом выявляются случаи, когда и в этой базе не проходили регистрацию. Поэтому проводим рейды. Работа мониторинговой группы будет продолжена. Вы смотрите новости. Прошло 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. В областном департаменте ЧС прошла встреча молодых сотрудников с ветеранами афганской войны. Халдебек Джаманбалаев один из тех, кто выполнял свой интернациональный долг на той войне. Награжден медалями, в том числе воину-интернационалисту от благодарного афганского народа. До выхода на заслуженный отдых работал водителем специальной пожарной части номер 10. Я пошел на афганскую войну в 1988 году. Там был минометчиком. За два месяца прошел ускоренный курс военной подготовки. Мы находились в кишлаке Катон. Было сложно. Элементарно не было питьевой воды. Приходилось брать ее из ближайшей реки. Не хочется вспоминать те ужасные дни. Участниками афганской войны были и наши сотрудники пожарной части. На встрече с молодыми своими коллегами они рассказали о той страшной войне. Пожелали беречь мирное небо, быть отважными и защищать Родину. Ветеранам были преподнесены почетная грамота департамента ЧС и ценные подарки. Затем участники встречи почтили минуты молчания тех, кто не вернулся с поля сражения. Айгерем Туриман, Бугимбая Басилов, Канат Мохамбетов, телеканал Казаларда. Новости культуры. Камерный оркестр, созданный при областной филармонии, представит Казахстан на музыкальных фестивалях в Сербии, Венгрии, Боснии и Герцеговине. Перед зарубежными гастролями камерный оркестр дал отчетный концерт. Камерный оркестр был создан в области три года назад при поддержке Акима области. Сегодня коллектив талантливых музыкантов исполняет избранные произведения казахской и зарубежной классики. На вечеры классической музыки ими были исполнены шедевры отечественной и зарубежной классики, в том числе Кьюи Балбраун Курмагаза, Харакимир Куата Шильдебаева, Шалхма Алмаса Сиркибаева. Казахстан Выступление Казахстана на фестивале камерных оркестров с участием тюркоязычных стран – это большое достижение, требует большой ответственности. Заслуженный деятель Казахстана, известный дирижер, композитор, скрипач Анвар Акпаров провел мастер-класс для музыкантов камерного оркестра и подготовил к предстоящему фестивалю. Через несколько дней мы уезжаем на гастрольное турне по Европе. У нас намечаются там пять концертов. Программа очень обширная, от классики до современных композиторов именно тюркоязычных стран. Аслан Сагиндык, Акимжан Жолтаев, Иса Шарипов, Турихан Кужахметов, телеканал Казаларда. Следующий материал о книгах подробнее расскажет наш корреспондент Аслан Сагиндык. Здравствуйте, дарю вам книгу. Неспроста я подарил книгу. Сегодня Международный день дарения книг. Основателем которого является Эмми Бродмунд. А какого жанра книга читаете вы? Прочитал поемы Искендер Абаюхнамбаева и книгу Нурсултана Назарбаева «Тауэльцы Дауэра». Вдохновляюсь мотивационными книгами. Давайте узнаем реакцию наших горожан. Наша редакция дарит вам книгу этому празднику. Наша редакция дарит вам к этому празднику такие две композиции. Наша редакция сегодня дарит вам книгу к этому празднику. Дарите и читайте книги. Аслан Сагиндык, Бугимбай Абасилов, Ханат Мохаммедов, телеканал Казаларда. Принцесса Льда, завоевавшая серебряную медаль на турнире четырех континентов, празднует сегодня свой 19-й день рождения. Вернувшись с турнира на родину, Элизабет одному из спортивных порталов призналась. После кратковременного пребывания в Казахстане я вернусь в Москву, где продолжу подготовку к универсиаде и чемпионату мира. Эмоции после турнира у меня только положительные. Я буду еще больше работать, чтобы быть на вершине пьедестала. Напомним, фигуристку ждут два главных старта сезона. Студенческая универсиада, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске и с 18 по 24 марта чемпионат мира в Японии. Это было последнее сообщение выпуска. Смотрите наши новости через портал Кастер КАКИЗ на сайте телеканала Казаларда. Перед прогнозом погоды информация о штормовом предупреждении гидрометцентра. 15-17 февраля местами в области сохраняется туман, гололед. Спонсор прогноза погоды – пятизвездочный отель «Султан Плаза». Оставайтесь с нами. До свидания. В жизни каждого человека бывают важные даты и события. Банкетный зал «Балрум» идеально подходит для проведения ваших мероприятий, свадьбы, казузату, юбилея и других важных событий. Вас ждут обновленное меню «Лучшие повара», «Идеальный персонал» и цены от 3,5 тысяч тенге. В подарок фотосессия и номер в пятизвездочной гостинице «Султан Плаза». Проведите незабываемые торжества в банкетном зале «Балрум». В Аральском районе днем минус 3, ночью минус 12. В Казалинском районе днем минус 2, ночью минус 11. В Байконыре днем плюс 2, ночью минус 10. В Кармакшинском районе также днем плюс 2, ночью минус 10. В Жалагашском районе днем плюс 3, ночью минус 9. В Сардаринском районе днем плюс 4, ночью минус 10. В Щиилийском районе днем плюс 6, ночью минус 7. В Жанакурганском районе днем плюс 7, ночью минус 6. В Казалинском районе днем плюс 5, ночью минус 7. Спонсор курса валют – комплекс Арбат. Доллар США 373 тенге 56 ин. Евро 422 тенге 83 тин. Российский рубль 5 тенге 68 тин. Китайский юань 55 тенге 25 тин.